Покорить высоту и получить заслуженный приз – это уже традиция для участников Сабантуя. Правда, в этот раз столб так легко не сдается. Участникам приходится попотеть, чтобы добраться до верха. Пробуют мужчины, женщины и дети. Но здесь важна не сила и выносливость, а умение справиться со скольжением. Он очень скользкий. Это единственное препятствие? Да. Не получается зацепиться. А вообще, силы свои как ощущали, когда полезно? Ну, в общем-то, уверенно. Просто постоянно соскальзывающий низ. На юбилейный 25-й Сабантуй в Саратов приехали представители правительства Татарстана и Башкирии. Привезли творческие коллективы для гостей праздника и подарки для коллег. Очень важно, что мы едины во всех наших начинаниях. Мы объединены и теми сложностями, которые сегодня есть и на территории нашей области. Мы объединены так же, как объединены наши деды и прадеды 70 лет назад. Но очень важно, что мы объединены и в минуты радости, в минуты праздников. Это действительно искренне, это действительно по-человечески. Уже давно чувствуют себя одной большой дружной семьей, говорят гости Сабантуя. Борьбу на поясах, плов и шашлык, приготовленные по национальным рецептам, все это воспринимают уже не только как татарские или башкирские традиции. Вот этот праздник, он принадлежит 5 или 6 народов. Я искренне улыбнулся, потому что сегодня у нас-то другая ситуация. Вот он принадлежит всем в Саратовской области. И вот людей спрашиваешь, какой праздник, они говорят, Сабантуй. А чей это праздник? Они говорят, народный. Вот это самое главное в том, что сегодня происходит. Юбилейный 25-й Сабантуй проходит в Усть-Курдюме. До этого, признаются организаторы, перепробовали различные площадки. Но именно здесь удалось создать атмосферу настоящего народного праздника. После торжества, посвященного завершению полевых работ, все аграрии надеются на то, что сбор урожая будет таким же успешным, как и прошедший Сабантуй.